Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем первом в этом году вебинаре. И, пожалуйста, поставьте плюс, если вы хорошо меня слышите. Замечательно. Проблем со связью, я думаю, у нас нет. В основном, наверное, все слышать хорошо. Итак, напоминаю, что меня зовут Надежда Юршова. Я являюсь дизайнером и архитектором и бессменным ведущим уже долгой серии вебинаров на темы стекольного дела, стеклянных конструкций. Записи вы можете найти на сайте компании Титан. Там очень много материала. И в этом году у нас основной упор будет на душевые кабины и фурнитуру, поскольку это одна из самых интересных сторон стекольного дела современного. И без этих устройств, без этих конструкций немыслима жизнь современного человека. Так или иначе, мы соприкасаемся с этими конструкциями в различных ситуациях. Начинаем, как я уже сказала, первый вебинар. И он посвящен именно такой релаксирующей, очень уютной теме. Это душевым кабинам. Современные душевые кабины заняли прочное место в интерьерных конструкциях. И хотелось бы поподробнее разобраться, что они из себя представляют, каковы их типы, характеристики, структурные особенности и так далее. И, пожалуй, что начнем. Душевая кабина – это альтернатива стандартным способам принятия водных процедур, например, ванной. И она необходима для более комфортного ощущения во время этих водных процедур. В современных душевых кабин огромное множество. Причем даже специалисты зачастую не то чтобы путают, но не очень хорошо различают типы и виды таких устройств. Мы попробуем разобраться и попробуем рассмотреть чуть позже, что они из себя представляют. Итак, типология душевых кабин достаточно широка. И начнем мы с конструктивной части, то есть по типу конструкций. Душевые кабины бывают, во-первых, сборные. То есть это, в общем-то, замкнутая конструкция, которая состоит из нескольких стенок и дверец. Они устанавливаются, как правило, в ванной комнате, могут устанавливаться в углу, могут устанавливаться просто на свободном пространстве. И, как правило, имеют одну или две дверки. По поводу материалов для стекла, для дверок мы поговорим чуть позже. И, как правило, у открытых душевых кабин нет задних стенок, а есть только боковые, которые как раз и крепятся к стене и поддону. Сборные кабины, как таковое, делятся, опять же, на несколько типов. И первое – это открытые. Открытая кабина не имеет потолка и ограничена только с разных сторон стеклянными конструкциями. Это может быть как угловая, так и прямоугольная. Геометрия мы тоже чуть позже скажем. И с двух или трех сторон она может ограничиваться стенами ванной комнаты, а с остальных, как я уже сказала, стеклянными стенами кабинки и дверцами. Кстати, по поводу такого типа кабин есть некоторые тонкости. Например, чтобы смонтировать кабину такого типа, необходима качественная подготовка помещения, поскольку конструкция должна быть герметичной, а это требует выравнивания пола и стен, и также хорошей гидроизоляции. Это надо помнить. Следующий тип сборных кабин – это закрытые кабины, которые достигают потолка и представляют собой изолированные сверху и снизу пространства, а также по бокам. Они могут также устанавливаться в любое место, где есть подача и слив воды. Могут они быть, опять же, совершенно разных форм и размеров. И зависит это, как правило, от, во-первых, размеров помещения, во-вторых, от размеров поддона. И в геометрии также бывают разные, но об этом чуть позже. И могут они различаться также по набору функций. То есть они могут быть простые, где имеется только душ, и многофункциональные, где имеется различный набор функций. О них, опять же, позже. Кстати, лирическое отступление по поводу введения вебинара. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задавать их по ходу вебинара во вкладке «Вопросы», которые есть у нас вверху. Либо вы можете задать их в конце повествовательной части, и на те вопросы, на которые я смогу ответить, сразу я отвечу. Если вопрос достаточно сложен для мгновенного ответа, я его проработаю и отвечу либо на следующем вебинаре, либо можно ответить письмом или в комментариях под записью вебинара. Да, запись вебинара будет выложена, опять же, на сайте компании «Титан». То есть вы можете просмотреть ее еще раз, если вдруг она вас заинтересует. Итак, по поводу сборных кабин, я думаю, ясно все. Одна из самых распространенных, кстати, конструкций современных. В большую популярность приобретают моноблочные кабины. Это достаточно универсальный тип, достаточно, опять же, простой в монтаже, поскольку это уже скомплектованный вариант кабины. Предлагается практически в готовом виде. И чтобы его привести в рабочее состояние, необходимо следовать инструкции. И достаточно легко ее собрать. Моноблочная конструкция имеет ряд интересных функций. Как правило, многофункциональные сейчас выпускаются. и функции постоянно совершенствуются, и прибавляется что-то новое. То есть безграничный простор практически для совершенствования. И что хочется сказать, помимо преимуществ, то есть, во-первых, это широкий спектр всяких функций и достаточная простота монтажа плюс эстетичный внешний вид. Все-таки есть кое-какие недостатки у моноблоков. Это, например, фиксированные габаритные размеры, то есть необходимо специальное место выделять, которое не всегда имеется. И хотя моделей огромное количество, очень широкий ассортимент, все-таки, если у нас не очень габаритные ванны, то очень затруднительно готовую душевую кабину, готовый моноблок туда вставить. Плюс еще одна тонкость. Многофункциональные моноблоки снабжены огромным количеством всяких характеристик. Некоторые просто не требуются покупателю, поэтому остаются неиспользованы в процессе эксплуатации. Но это, однако же, проблемы не столь важные, поскольку преимущества моноблока превышают, скорее всего, эти недостатки. Если кто-то решается на покупку такой кабины, то он приобретает достаточно много комфорта. Итак, помимо этой классификации, которую мы рассмотрели, которая, я думаю, ясна, то есть сборные моноблочные, существуют следующие виды душевых кабин и душевых устройств. Это, во-первых, душевой уголок. Это сборная кабина открытого типа. Достаточно занимает небольшое место, имеет компактные бариты, крепится, как видно из названия, в углу и достаточно легко собирается, за исключением тех моментов, о которых я уже упоминала вначале. То есть здесь необходимо тщательная подготовка поверхности, выравнивание и хорошая гидроизоляция для того, чтобы такая кабина встала ровно, конструкции не расшатывались и, собственно, осуществлялся хороший водослив. То есть здесь нужно еще вот на эту сторону обращать внимание. Собственно, душевая кабина, известная нам всем, многоразведенная, использованная, представляет собой конструкцию либо открытого, либо закрытого типа с минимальным набором функций, но, в принципе, с различными насадками. Здесь очень тонкая грань между душевыми кабинами и душевыми боксами, поскольку душевая кабина, готовая от закрытого типа, является собой, скорее всего, разновидность душевого бокса. Но что касается бокса, то это конструкция закрытого типа с одной или несколькими функциями. Она, как правило, оснащена более высокими поддонами и имеет различную геометрию, различные размеры. То есть вот эта тонкость, скорее всего, отличает душевую кабину от душевого бокса. Помимо стандартных душевых боксов существуют более продвинутые виды, это, например, душевой бокс с ванной. Здесь повышенный уровень комфорта, поскольку эта конструкция сочетает в себе и кабину, и привычную ванну. Здесь хороший, большой поддон, вместительный, объемный, с большими габаритами. И, как правило, здесь большой набор различных функций. То есть все для комфорта предусмотрено. Ну и, кстати, немаленькая стоимость. Гидромассажный бокс, как и гидромассажная кабина, относится к закрытому типу. И, естественно, как следует из названия, они наделены различными функциями гидромассажа и сменными насадками. То есть очень удобно для поддержания тонуса и здоровья. в гидромассажном боксе в заднюю стенку встроены форсунки специальные. Еще более высокий уровень комфорта обещает нам гидромассажный бокс с ванной или такой же бывает с джакузи. То есть гидромассаж везде. И встроенные форсунки, и джакузи сплошная красота. Иногда помимо гидромассажа есть еще и воздушный. То есть все удовольствия. Ну и еще более высокий класс это гидромассажный бокс с сауной или бани то есть подачи пара например. Здесь получается полноценная парилка. Если это функция бани, то используются в ней более высокие температуры. И, естественно, чтобы устроить полноценную парилку, полноценную баню, необходимы большие размеры. То есть здесь габариты превышают габариты других видов. Но, скорее всего, оно того стоит, то есть чтобы не возводить баню, можно уже приобрести готовую если позволяют размеры помещения. Что касается других характеристик, то есть их достаточно много, то хочется особое внимание уделить тому, что кабины делятся на электронные, допустим, то есть они функционируют за счет электропитания и у них имеется ко всему прочему еще освещение, как основное, так и декоративное, имеется вытяжка, а также они могут быть снаряжены радио, mp3 плеером, телефоном, электронными гидрораспределителями. Это все, что касается электронных. И еще по способу управления функционалом бывают также механические кабины. Здесь у нас стандартные функции сместителей и дивертор, смешивающие и распределяющие воду в различных режимах. И по поводу геометрии стоит ориентироваться не только на габариты при выборе кабин, но и на форму, поскольку форма может помочь сэкономить пространство. это все зависит еще и от формы помещения, метода подключения и так далее. Что касается геометрии, то кабины бывают угловые двух видов. Это угловая симметричная, очень компактная, которая подходит для небольших помещений и представляет собой где-то четверть круга. длина боковых сторон варьируется от 80 до 120 сантиметров. Лицевая часть может быть выполнена как в виде полукруга, так и в виде многоугольника. Естественно, устанавливается она в углах помещения. И второй вид угловой это угловая асимметричная. Здесь разносторонние конструкции, то есть такую конструкцию можно подогнать под специальное помещение и в зависимости от длины сторон такие модели могут быть как правосторонние, так и левосторонние. Длина от 100 до 120 сантиметров, ширина от 80 до 90 сантиметров. Ну и распространенный также вид это прямоугольные или квадратные, как подвид прямоугольный. имеет четкую геометрическую форму, устанавливается в углу или вдоль стены. Прямоугольные кабины имеют то преимущество, что могут оснащаться более глубоким поддоном и выполнять функцию ванной. стороны также варьируются от 90 от 80 до 100 120 сантиметров. Это то, что касается стандартных фигур, но бывают еще и не стандартные душевые кабины. эти кабины изготавливаются на заказ и деляются желаемым для заказчика набором функций. По поводу душевых поддонов я скажу кратко, поскольку у нас вебинар посвящен в основном характеристике кабин в целом и стеклянных конструкций, которые входят в состав душевой кабины. Но душевые поддоны разделяются по глубине, они бывают плоские, это практически вровень с полом 0 сантиметров высоты. К этим же относятся и поддоны высотой до 3,5 сантиметров. Мелкие поддоны это 10-18 сантиметров и глубокие до 45 сантиметров. Но собственно для боксов применяются более габаритные емкости. То есть эта высота может и превышаться. По материалу, из которого изготавливаются поддоны, также существуют различные классификации. Например, поддоны могут быть чугунные и стальные с эмалированным покрытием. Здесь проблема в уязвимости покрытия к царапинам и ударам. Чугун дольше сохраняет тепло и более тихий. Как всем известно, сталь при падении воды очень грохочет. Керамические поддоны современные очень прочные и очень гигиеничные. Уход за ними очень несложный, поэтому они достаточно хорошо применяются и при этом они очень долго сохраняют эстетический вид свой, то есть эстетические качества. Единственное, что, как любая керамика, они достаточно хрупкие и низкотеплопроводные. То есть такой поддон изначально очень холодный. Не всегда приятно заходить на ненагретый керамический поддон босыми ногами. Но для этого изготавливаются специальные приспособления, такие как резиновые коврики для кабинок. Они при этом еще и не скользящие. То есть делается поддон более приятным на ощупь. Также более устойчивым. Еще один материал это акрил. Не скажу, что это совершенно новый материал. Это всем известное нам оргстекло. Но современный акрил, конечно же, отличается хорошими качествами. Он не уступает практически стеклу допустим и другим материалам по прочности и при этом теплый. Акрил для поддона естественно имеет качество качество прочности и пластичности. Пластичности в смысле того, что ему можно придать любую форму. Единственное, что акрил очень неустойчив к царапинам. специалисты справляются с этим, затирая царапины специальной пастой. То, что касается поддонов, это все. И перейдем к собственным стеклянным конструкциям, которые входят в состав душевой кабины. И начнем сначала с дверей, поскольку основные конструкции это стенки и двери. Сразу скажу, что в основном стеклянные конструкции изготавливаются из закаленного стекла и как правило, если это не цельно-стеклянные конструкции, на каркасе из металлических профилей. Но в наше время, поскольку я сказала, что акриловое стекло и акрил как таковой является очень современным и технологичным материалом, вместо стекла применяется оргстекло и с успехом справляется с функцией ограждающей конструкции такая конструкция плюс надо учесть, что оргстекло имеет гораздо меньше вес, закаленное, а по прочности мало отличается. Итак, что касается дверок или дверей для душевой кабины, существует несколько их типов. И первое это распашные. Это либо одна, либо две створки в зависимости от конструкции кабины. они крепятся на специальных петлях и естественно стоит здесь обратить внимание на материал как остекление, так и фурнитуры, о чем мы чуть позже поговорим. и необходимо обратить внимание также на свободное пространство, то есть от этого зависит еще и открывание двери либо внутрь, либо наружу. Поскольку конструкция очень стабильная и хорошо себя зарекомендовала, но для открывания створок наружу требуется свободное пространство перед кабиной. Это надо учитывать. Еще один популярный вид это раздвижные двери. Здесь плюс в том, что не требуется свободного места перед кабиной для установки таких дверей для открывания таких дверей. небольшие размеры помещения это не проблема для установки душевых кабин с таким типом открывания. Эти двери подходят как для душевых кабин различного типа, так и для многофункциональных боксов. Достаточно компактный, удобный и интересный вид конструкции. Собственно сам механизм это направляющие сверху и снизу по которым передвигаются специальные ролики и кстати одним из современных видов такого механизма является крепление роликов только сверху что позволяет не устанавливать профиль внизу и для того чтобы соблюдать герметичность створки должны быть снабжены специальными магнитами и резинками. Следующий вид дверей это дверь книжка. это вертикальные панели которые скреплены специальными петлями и как конструкции кабины они крепятся шарикоподшипниками и при этом створки бесшумно и легко открываются. Плюс таких дверей это не требуется наличие свободного пространства перед кабиной перед боксом и существенной экономией места. Кстати такие двери могут открываться или закрываться частично то есть в зависимости от необходимости. Единственное что специалисты утверждают что такие двери не отличаются высокой надежностью то есть с ними надо обращаться достаточно аккуратно и также звуко- и теплоизоляция у них достаточно низка но это скорее всего касается всех стеклянных конструкций душевой кабины без специальных дополнений они имеют такие характеристики. так следующее что мы хотели что я хотела бы с вами рассмотреть это стенки поскольку это опять же основа конструкции стеклянной кабины и по наличию стенок душевые кабины делятся на следующий тип во-первых это одностенная кабина она устанавливается как правило либо в специальной нише как показано на слайде либо в углу и таким образом экономится место и устраивается достаточно комфортная душевая кабинка единственное что здесь нужно разобраться со способом открывания двери учитывая то что такие кабины как правило эконом класса поэтому помещение в которое они устанавливаются не особо габаритные двухстенная кабина представляет собой также по большей части угловое сооружение состоит из двух перегородок которые крепятся к стенам ванны тоже достаточно компактные и имеет достаточно высокие эстетические качества но это зависит опять же от конструкции от фурнитуры от выбора поддона стекла и так далее еще один вид кабины это трехстенная она уже близка к такой полногабаритному боксу к такому высокотехнологичному если позволяет пространство то такая кабина устанавливается вдоль стены помещения и здесь уже три стеклянных перегородки что придает сооружению очень хай-течный вид вид стеклянного домика и ну и полностенные это уже виденный нами допустим бокс душевой или полностью закрытая душевая кабина полностью изолирована со всех сторон и может быть установлена практически в любом месте но опять же здесь тонкость габариты помещения и габариты готового бокса допустим если мы делаем сборную кабину то конечно здесь гораздо легче вписать ее в любые помещения ну и перечислю в качестве лирического отступления какие функции бывают у современных душевых кабин это вертикальный гидромассаж как я говорила уже на стойке на задней стенке крепятся форсунки и в зависимости от расположения их количество гидромассаж действует на разные зоны тела тела причем и существуют еще специальные различные насадки допустим для ножного массажа и так далее горизонтальный гидромассаж это дорогие модели с ванной то есть эффект джакузи которые создают форсунки создают регулируемые потоки воды и воздуха баня это может быть турецкая баня финская сауна это встроенный парогенератор который создает необходимый уровень влажности и температуры то есть здесь разные виды в зависимости от бани тропический душ широко известный ощущение теплого дождя с помощью специальной насадки на потолке контрастный душ то есть автоматическая переменная подача воды которая варьируется в разные стороны температуры аэромассаж специальные форсунки на дне и стенках образуют пузырьки выпускают воздух при активации ароматерапия очень известная такая функция в заднюю стенку монтируется контейнер для аромамасел то есть когда мы включаем функцию баня то пар проходит через этот контейнер и воздух насыщается ароматом также озонирование очищает воздух и снижает уровень влажности а также антибактериальный эффект создает хромотерапия это светодиоды которые располагаются в потолке кабины и окрашивают струи в различные цвета в большинстве современных моделей предусмотрена вентиляция то есть это вытяжка и распределитель пара в режиме баня например и таймер существует то есть работа кабины в заданном времени такой получается космический аппарат практически и коротко сегодня еще о фурнитуре для душевых кабин об основных видах фурнитуры и первое это коннекторы или соединители это основная фурнитура которая обеспечивает соединение соединение стена стекло 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 их большое количество они разнообразны по форме и по покрытию но что касается всей фурнитуры вообще всей и всех металлических конструкций которые присутствуют в душевых кабинах они естественно изготовлены из металла который не подается к коррозии и очень прочен разнообразие соединителей дает возможность устанавливать душевую кабину в любое место в угол между двумя параллельными стенами и так далее то есть все то что мы рассмотрели ранее достигается за счет вот этих конструкций важная часть это петли для душевых дверей поскольку они предназначены для закрепления дверей как стеной основе так и стеклянному полотну имеют они как односторонние так и двухсторонние крепления и это позволяет изготавливать душевые кабины различные форм с самым разным видом открывания вплоть до того что иногда даже маятниковые двери делаются но они практически не используются кстати по большей части все-таки те типы дверей которые мы рассмотрели большинство моделей поддерживают функцию самозакрывания двери для возврата в исходную позицию когда дверь открывается примерно на 25 градусов все вся фурнитура как я уже говорила производится из высококачественной влагостойкой нержавеющей стали и высокая влажность помещения не помеха для использования этой красоты еще один вид конструкции конструкционного элемента это стабилизационные штанги которые отвечают за жесткость и прочность это полая труба которая с одной одной стороной крепится к стеклу а второй к стене они бывают со сквозными или поворотными держателями и соединителями все это зависит от конструкции душевой кабины еще один вид конструктивных элементов это профили и уплотнители относятся они к вспомогательной фурнитуре но способствуют герметичности и поэтому именно с их помощью достигается полноценная работа душевой кабины и нельзя не сказать про такую вещь как ручки поскольку они несут функциональную нагрузку то есть с их помощью открываются двери естественно и при этом они очень эстетичны декоративны и служат украшением душевой кабины и так на сегодня информации вся мы только начали разговор на эту тему поэтому будем углубляться и более тонко рассматривать тематику душевых кабин и фурнитуры на следующих вебинарах если у вас есть какие-то вопросы вы можете задать их во вкладке вопросы или во вкладке чат